В плотном кольце полицейских он не спеша выходит из автозака. Тёмные брюки, синяя майка на руках, наручники. Фигурант дела о коррупции Дмитрий Захарченко словно пытается оттянуть момент приговора. О чём-то говорит с полицейским, но конвой уверенно ведёт его в зал. Полковника встречают аншлагом. Перед оглашением приговора в Пресненском суде Москвы ажиотаж. Адвокаты стоят у сторонки, пресса на готове. Процесса длиною в три года позади. Дмитрий, как настроение у вас? Рабочее. Рабочее настроение полковника проявилось на скамье подсудимых за минуты до оглашения. Он заявил, что устал от внимания прессы. Главное, Милану Суримову прокурора снимите, что вы меня снимаете. Она, смотрите, ждёт, когда вы уже который раз подходите, и никто внимания не уделяется. Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления ТМВД стал фигурантом дела о коррупции в 2016-м. Но свою первую взятку, по версии следствия, получил двумя годами ранее. Всё начиналось со скидки на питание в ресторане. В итоге Захарченко наел на 3 миллиона рублей. После этого аппетиты начали расти. Он предупредил финансового директора одного из банков о предстоящих обысках. Видимо, не бесплатно. Эпизоды преступной деятельности полковника судья засчитывала. Несколько часов подряд материалы уголовного дела больше 10 тысяч страниц. Продолжается расследование иных эпизодов преступлений, инкриминируемых ему. Среди которых получение взятки в размере более 2 миллиардов рублей за общее покровительство по службе. Захарченко и его гражданская жена, судя по выписке с банковских счетов, ни в чём себе не отказывали. Так в ноябре 2012-го в Дубае парочка за несколько дней потратила 19 тысяч долларов. Дело Захарченко стало одним из самых громких, в основном из-за денег, найденных в квартире сестры обвиняемого. Оперативники обнаружили там почти 9 миллиардов рублей. Происхождение средств полковник так и не объяснил. В августе прошлого года его имущество, а это десятки объектов недвижимости, машины и слиток золота, обратили в доход государства. Те денежные средства, которые были изъяты у родственников и третьих лиц, не имеют отношения к какой-либо его преступной деятельности. Ранее суд приговорил к 4 годам колонии отца полковника Виктора Захарченко. Он был признан виновным в растрате. Предполагаемого сообщника, полковника Дмитрия Сенина, сейчас ищут следователи. Дмитрию Захарченко суд назначил 13 лет лишения свободы. Кроме того, он обязан будет выплатить штраф в размере 117 миллионов рублей. Больше не полковник. Престинский суд Москвы лишил Дмитрия Захарченко звания и всех наград. Кроме того, после освобождения он не сможет работать на государственных должностях и служить в органах. Адвокаты осужденного, конечно же, против и намерены обжаловать приговор. На это по закону у них есть 10 дней.